МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все-таки осенцы. Это вы слышите разговор наших гостей. Александр Ситников, председатель Совета организации среда обитания, и Татьяна Столбова, один из учредителей организации среда обитания, экологической общественной организации, и активный участник экологической вахты «Не молчи». Собственно, почему пригласили наших гостей? Именно они организаторы серии пикетов, которые начались у нас некоторое время назад. Потом была небольшая пауза. Вы брали ее перед тем, как прошла встреча в вашей инициативной группе, я так понимаю, с некоторыми представителями органов власти различных. А теперь пикеты возобновились, по-моему, со вчерашнего дня. Все ли верно? Да. Все верно. Наши участники подтверждают. Итак, давайте сначала все-таки о пикетах. Вы где собираетесь? Как много участников? Это одиночные пикеты, потому что иные несанкционированные запрещены законом. Как я понимаю, да? То есть мы начали пикеты, по-моему, с 7-го числа. И мы, вернее, стояли у правительства области, у министерства экологии. То есть у нас были плакаты. В одиночных пикетах люди выражали свое мнение. У министерства экологии был плакат «Я против строительства полигона ТБО» в деревне Осинцы, потому что это географический центр Кировской области. Третье ударение появилось у нас в процессе разговора. Наверное. А у правительства области стояла я в первый день. То есть в понедельник ко мне подошел губернатор, где-то в районе уже 6 часов вечера. Так, и что спросил? Мы с ним пообщались на тему... В понедельник на прошлой неделе, да, Татьяна Сергеевна? На прошлой неделе в понедельник? Да, да, да. Не вчера? Нет. И, значит, я немножко коротенечком рассказала о территориальной схеме утилизации ТБО, рассказала об общественной организации, вообще о наших судебных делах на эту тему. То есть он, естественно, выслушал. У него очень возник такой интересный вопрос по схеме утилизации ТБО. То есть когда он услышал от меня, что повезут в центр области мусор с северных районов Кировской области, то есть он выразил такой вопрос, высказал такой вопрос, что а как вот мусор повезут в центр области, с дальних районов, то есть это вообще экономически выгодно или невыгодно? То есть вы думаете, о чем вы говорите? То есть он мне такой вопрос задал. Я сказала, что схема на сайте Министерства экологии. Если что, вы можете туда зайти и ознакомиться с ней. Так, и на этом вы с Игорем Владимировичем расстались. Да, и напоследок мы еще сфотографировались. Так, у вас теперь фотография есть в рио губернатора. Есть у меня фотография, но я ее не выкладываю в открытый доступ. То есть я сказала губернатору, вы смотрите в камеру, а он читал мой бэдж. Понятно. Я такая и, наверное, запоминала. Во вторник у нас было все спокойно. А в среду у нас... Татьяна Сергеевна, я прошу прощения, все спокойно. Это не было пикетов или никто к вам не подходил? Нет, это был пикет. То есть к нам не подходили ни сотрудники полиции, никто из правительства, никто из чиновников. А в среду у нас девушка стояла в одиночном пикете. И вот где-то в районе 12 часов подошли к ней Максим Николаевич Кочетков и Алла Викторовна Албекова. Потом мы с Александром Васильевичем подъехали по ее звонку, чтобы пообщаться с Кочетковым и с Албековой. Все это на улице происходило, вот это ваше общение? Да, это там, на уголочке. Около здания правительства, это здесь? Да, здания правительства. Значит, какие к нам были претензии на тот момент? Что на нашем плакате был написан следующий текст, что строительство полигона ТБО ведется в зоне особо охраняемых территорий города Кирова. И второй плакат, что каждый 40-й житель Кировской области болен онкологией. И, естественно, у них возникли по этим плакатам вопросы. Максим Николаевич сказал, у вас ведь на плакате написано, что строительство ведется, но на самом деле такого процесса не происходит. На что я ему ответила. Вы знаете, сейчас происходит там проведение историко-культурной экспертизы. И, естественно, там на поликоне делают раскопки. То есть участвуют в ней работники САХ и представители Министерства культуры Кировской области. И я считаю, что это как бы получаются все равно какие-то предпосылки к дальнейшему строительству. Зачем проводится эта экспертиза? С какой целью? Дело в том, что историко-культурная экспертиза должна была производиться одновременно с государственной экологической экспертизой. То есть, когда начался процесс противостояния, выяснилось, что эта экспертиза поддельная. То есть, там было заведено уголовное дело, привлечен человек к ответственности. Я не знаю, естественно, чем это закончилось, но факт только, что это был такой случай, такой эпизод. И, естественно, чтобы им каким-либо образом снова запустить весь этот проект, им пришлось провести историко-культурную экспертизу. Повторно. Повторно, да. То есть, они привлекли организацию из Костромы, по-моему, насколько я знаю. И она вот эту экспертизу провела. То есть, даже вышел сейчас отчет министра культуры нашей области, что экспертиза проведена. Найдены предметы быта, монеты, которые датированы там 1700 каким-то годом. В 1738. В 1738. Вот. То есть, монеты были какие-то предметы бытовые, то есть, нашли они. Татьяна Сергеевна, заключение экспертизы уже есть какое-то или нет пока? Или вы не знаете просто? Да, есть заключение. Так. Это была встреча с просьбой о том, чтобы мы встретились снова со всеми чиновниками за круглым столом. И они нам предложили в четверг. Но мы сказали, что мы до четверга особо не подготовимся. Давайте на пятницу. И в пятницу произошла встреча. То есть, там был глава нашего района, Хомяков Алексей Иванович. Потом, значит, Владимир Алексеевич. Потом Роман Альбертович Читов. Потом Алла Викторовна. Белусова Елизавета Аркадьевна. И прокурор природоохранный. Я не смогу сказать. В Кировской области. Да, в Кировской области. Представитель природоохранный прокурор. И потом представитель Ростехнадзора. И к чему вы все-таки пришли на этой встрече? Ну, особого результата мы не ждали. То есть вам важно было, чтобы вас не слушали? Снова, да. Снова мы сказали о своих доводах. Потому что в процессе каких-то своих мнений, высказывания наших мнений, нас определенным образом поправляют в смысле законодательства. То есть Александр Васильевич выступил и снова озвучил все наши доводы. Естественно, я еще донесла информацию по количеству заболевших онкологией в Кировской области. И меня очень, если честно, удивила реакция Аллы Викторовны и Белоусовой, Елизаветы Аркадьевны. Они просто так вот задали такой вопрос. А как вы связываете строительство полигона с заболеванием онкологии? Я бы тоже задала этот вопрос. И как вы связываете? Дело в том, что, естественно, это очень огромное и негативное влияние на тех жителей, которые будут поблизости проживать в населенных пунктах. То есть я не говорю там про какие-то аллергические реакции, воздействия на органы дыхания, сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что свалочные газы, которые содержат в своем составе более тысячи компонентов, они действуют даже на внутриутробное развитие детей. Репродуктивные наши функции. А что делать? Куда мусор-то девать? Это, конечно, вопрос очень интересный. Я вот понимаю ту степень ответственности именно в этой истории. Потому что я считаю, что сам проект, подготовка проекта полигона, выбор места, это вообще для застройщика, для проектировщика очень большая ответственность. Но я хочу выразить свое мнение, что вот эту ответственность они не в полной мере исполняют. То есть мы когда вот в начале истории обращались за какими-то справочными данными, вот Александр Васильевич в свое время приходил к Чимоданову Андрею Николаевичу и спрашивал, почему вы там решили строить полигон, потому что это господствующая высота и весь свалочный газ пойдет на населенные пункты, фильтрат, все вот это как бы никодинное какого-то воздействия. То есть вы уверены, что газ свалочный там все-таки будет? Так. Вот. Но эксперты нам говорят, что это будет суперсовременное производство, из которого в окружающую среду не будет попадать практически ничего опасного для жизни. Это обычным обывателям вам говорят так. Подождите, а вот сейчас, да, вот сейчас поподробнее мы это разберем. Через минутку у нас сейчас небольшой перерыв. Продолжается программа «Дневной разворот». Говорим о строительстве полигона в Осенцах. У нас местные жители инициативная группа, которая выступает уже больше года, выступает против организации «Среда обитания», председатель Совета организации Александра Ситников и один из учредителей организации Татьяна Столбова. Александр Васильевич, ну давайте все-таки к вам. Вот мы начали разговор, да, рассказали про пикеты, про то, что они были, потом прекратились, была встреча. Не договорили немножечко, но сейчас к этому вернемся. А вот организация «Среда обитания», то есть вы консолидированно объединились, по-моему, весной этого года. Наша организация была создана, официально зарегистрирована 20 января 2017 года. Все-таки в январе этого года. То есть толчком к созданию этой организации поступило самое вот то отношение, будем так говорить, органов власти к той проблеме, которая у нас возникла. Подождите, у меня вот такой уточняющий вопрос. Местные жители, я имею в виду Осенцы, Вахруши, вы из Зонихи? Да, из Зонихи. Мы, наоборот, очень близко. Вахруши дальше, мы ближе. А, вы ближе даже, чем Вахруши, понятно. А мы 3 километра. Так, то есть вы самые... Ну, 3 с небольшим километром у нас. Самые ближайшие соседи получаетесь. Да, вот объясните, пожалуйста, с кем из экологов, например, вы консультировались, и почему вы считаете, что наличие полигона в Осенцах отрицательно повлияет на тех, кто живет вот в пределах 3 километров? Ну, во-первых, для того, чтобы сделать такой вывод о том, что этот полигон будет нести негатив населению близлежащему, значит, мы консультировались, но это, будем говорить, у нас не то, что главный консультант, а один из членов нашей организации, один из учредителей, это Пьянков Николай Михайлович, который в свое время работал экологом в городе Слободском, и как бы имеет определенный опыт во всем этом самое. В первую очередь мы пошли к нему, поговорили с ним, вот, он нам посмотрел те документы, которые у нас к тому времени оказались, это было заключение государственной экологической экспертизы. Так. И позднее у нас появился технический отчет инженерно-экологических изысканий. То есть мы эти документы ему показали, он посмотрел и сразу, как бы, навскидку сказал, что вот та государственная экспертиза, которая проводилась, она проводилась по устаревшей технологии. Ну, сейчас мы выясним, да, минут через 10, это подключим как раз руководителям. То есть, самопроводились, это, как даже не технология, там как-то по-другому называется. Методика. Методика. То есть вот эта методика, она 85-го года. То есть она еще прошлого века, в настоящее время наука шагнула уже далеко вперед. Есть уже другие методики, более современные, которые учитывают, допустим, не 10-15 параметров, которые будут выделяться этим полигоном, а уже гораздо больше, вот как Татьяна Сергеевна сказала, сейчас уже как бы насчитывается до тысячи вредных веществ, в общем, веществ, которые выделяются этим полигоном. И значительная часть очень вредная. Полигона еще нет, как могут вещества выделяться? Там на втором год уже пойдет выделение. Нет, но мы же с вами говорим о том, что вы сама сказали, почему мы считаем, что полигон сам будет вредным. Ведь согласитесь со мной, что для того, чтобы понять, что яйцо тухлое, его не обязательно съесть целиком, правильно? Нет, я понимаю. Нам достаточно... Простите, я просто боюсь, может быть, я чего-то не знаю. Полигон ведь пока не начал строиться. Как он уже что-то может выделять? То есть они имеют в виду, как вы оценили вот эти вот как раз выделения, которые начнутся на второй год существования полигона, если его еще нет? То есть это же невозможно не замерить. Но мы можем предположить что-то, но пока его нет. Или есть какие-то средние принятые показатели? А вот давайте этот вопрос зададим Тамаре Яковлевне. То есть в государственной экологической экспертизе этот вопрос освещен по методике 1985 года. И на основании каких вот она вообще пунктов и правил делала заключение и о количестве вот этих свалочных газов, о количестве вредных веществ. То есть она каким-то образом будущее это все равно прогнозирует. Мне кажется, наверное, они исходят из техники какой-то, которая будет использоваться, из методик там вот хранения, складирования, защиты и прочего. Да, Александр Васильевич? Ну, в общем-то, у нас в руках оказалось заключение государственной экологической экспертизы. В этом заключении там все расписано. Там расписано, значит, какие вредные вещества могут выделяться. Значит, в общем, те практически материалы, которые использовались при, вернее, те выводы, которые использовались при проведении экспертизы, вот именно государственной экологической экспертизы. А вот расскажите, что там написано? Что вы прочитали в этой экспертизе? Ой, вы знаете, я вам на скидку даже сказать не могу. Потому что там столько параметров. Основные тезисы? А вот этот вопрос на самом деле можно адресовать? Нет, мы это, конечно, обязательно адресуем. Но вы же говорите, что вы читали, она у вас есть на руках. Я читал, но я читал столько информации по этим полигонам. У меня в голове это все не удерживается. Поскольку раньше я сам работал в правоохранительных органах, я вам могу рассказать о тех федеральных законах, которые нарушены при проектировании этого полигона. И при проведении, кстати, и государственной экологической экспертизы тоже. То есть вот это для меня ближе. Александр Васильевич, вы на нарушение закона жаловались куда-то? На нарушение закона мы, естественно, жаловались. Мы жаловались в прокуратуру. Мы сами обращались в суд. В данное время у нас в суде находится иск о признании публичных слушаний, которые проводились несостоявшимися, будем так говорить. Мы жаловались также в прокуратуру. А в прокуратуру на что жаловались? В прокуратуру на что жаловались? В прокуратуру мы жаловались по поводу того, что все эти документации, которые, будем говорить, предшествовало, что ли, началу строительства этого полигона, что она была выполнена с нарушением закона. Но с прокуратурой у нас даже по такому поводу, как Роман Китов тогда эту тему поднял, по поводу того, что аэродром у нас размещен ближе 15 километров, что запрещено федеральными законами. Значит, у нас получается 13 километров 400 метров. Значит, в свое время он как бы эту тему поднял. Да, мы помним, Роман как раз ее инициировал фактически. Насколько мне известно, военная прокуратура дала заключение о том, что там явное нарушение. Значит, перенаправила это в областную прокуратуру. Значит, наша прокуратура сказала, что вроде как бы никаких нарушений нет. Аэродром, по-моему, сказали, что аэродром активно не используется. Или что он был построен после того, как был выбран участок. В общем, там было какое-то объяснение. Аэродром существует с 1935 года. А вот, между прочим, по этому аэродрому я вам могу сказать более конкретно. Значит, у нас есть правило использования воздушного пространства Российской Федерации, где статья 59, кстати, она была введена 5 сентября 2011 года постановлением правительства. Там прямо написано, запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении 30 километров, а вне полос воздушных подходов до 15 километров от контрольной точки аэродрома объекты выбросов размещения отходов. Ну, животноводческий ферм, скотобоин, других объектов. То есть, это федеральный закон. Это федеральный закон, он, кстати, подписан тогда еще председателем правительства Путиным. Он здесь нарушен, потому что у нас 13 километров. Закон касается всех аэродромов без исключения. Вне зависимости от того, как цены, использования, активности и прочего. А вот вы знаете, в статье 59 здесь не написано, что здесь просто написано, что самое вблизи аэродромов. Там не написано, действующий это аэродром, не действующий, находится он в федеральном реестре, не находится, этого ничего не написано. Принимает какие-то воздушные сутра или нет. Хотя наши оппоненты нам как раз говорят об этом, что он якобы там и не используется. Вот, в частности, Тамара Яковлевна в свое время сказала, по-моему, она давала интервью в газете «Вятский край». Она буквально сказала следующее, что вот там из-за какого-то аэродромчика шум подняли, да он и не стоит того вроде бы там. Ну, подумаешь, там может в месяц два-три самолета поднимутся, в котором по 14 человек этих парашютистов сидят. Ну, как бы это уже, как бы мои домыслы. С ее слов получатся, что если он грохнется, ничего страшного не случится. Так, у нас сейчас на связи как раз есть Тамара Яковлевна Ашихмина. Это член общественной палаты Кировской области и председатель экспертной комиссии государственной экологической экспертизы. Тамара Яковлевна, добрый день. День добрый. Добрый день, это Анна Тамара Яковлевна. Вчера мы с вами договаривались как раз на звоночек. Скажите мне, пожалуйста, вот у нас сидят гости. Значит, Александр Васильевич Ситников, председатель организации «Среда обитания» и Татьяна Столбова, один из учредителей этой организации, жители поселка Зониха. То есть фактически того населенного пункта, который ближе всех там из остальных крупных расположен к предполагаемому полигону. Сидят, говорят, что ознакомились с результатами экологической экспертизы, она их не устроила, готовы они, значит, ее оспаривать. С заключением. С заключением, да. Не с самой экспертизой. Вы за экспертизу отвечали. Вчера вы мне говорили, что у вас, как у эколога, претензий не вызвало вот это все. Как-то бы нам все-таки вас примирить, я не знаю, потому что эта тема в общественном поле уже более года обсуждается. Алло, Тамара Яковлевна? Да. Да, можете ли вы рассказать, как готовилась к экспертизе? Какие параметры вообще анализирует вот эта экологическая экспертиза? Ну, что я могу сказать. Государственная экологическая экспертиза, она вообще-то проводится всесторонне в соответствии с требованиями к экспертизам. То есть буквально все среды, природные среды, и поверхностные воды, и грунтовые воды, и подземные воды, и почвы, и грунты, и растительность, и прочее. То есть и атмосферный воздух, все здесь должно быть представлено. В проекте, который был представлен на экспертизу, на экологическую, все эти компоненты были прописаны. Значит, члены государственной экспертизы всесторонне глубоко проводили эту экспертизу. Вот, значит, ну, здесь были достаточно опытные специалисты и по водам, я уже назвала, грунтовым там, подземным и так далее, и по почвам. Елена Валентина Дабах, специалист, с которого, в общем-то, нет неравных в регионе. Детально было все проанализировано. Каждым специалистам каждый раздел среды, компонентов природной среды. Ну, и я, безусловно, тоже внимательно ознакомилась со всеми выводами каждого эксперта. Вот, сама очень внимательно вникла в это дело. Ездила туда на местность, значит, где проектируется полигон, хотя это совершенно не обязательно было ехать члену и председателю экспертизы на такое, значит, место. Но я съездила, в целом ознакомилась с территорией. Вот, что могу сказать? Значит, конечно, идеальных проектов не бывает, но данный проект на полигон проработан достаточно, проектировщиками достаточно основательно. С учетом соответствующих требований, ну, к такого рода полигонам. Мне, конечно, не совсем понятно, почему... Вот я и в прессе, я и выступала в Бахрушах, в Доме культуры, и объясняла ситуацию. Мне непонятно, почему этот полигон сравнивают с Костинской свалкой. Это совершенно два разных объекта. Вот, данный полигон – это промышленное предприятие, которое будет работать, на котором будут работать специалисты, 42 человека в сутки, в две смены. То есть работа будет организована соответствующим образом. Тамара Яковлевна, я прошу прощения, а вот объясните, пожалуйста, вы говорите, там предприятие. То есть это будет закрытая какая-то, не знаю, структура, завод, купол такой над ним, или как это будет выглядеть? Там будет переработка. Там будет складирование, значит, подвоз, складирование, даже планируется там расфасовка вот этих отходов. Ведь планировалось, мы даже предложение такое высказывали, что нельзя ли сортировку провести вот этих отходов и в дальнейшем часть из них использовать для нужд региона. То есть там должно действовать предприятие. Ну, это я ведь не сама проект составляла. Мы это проектировщики делали, а мы анализировали, насколько качественно они проработали. Я лично отвечаю за экологическую безопасность этого объекта. И хочу сказать, что все системы, которые здесь рассматривались в проекте, они проработаны достаточно на качественном уровне. Правильно ли мы понимаем, что это будет не под открытым небом? В основании даже подвергать сомнению. Ну, я еще раз говорю, что с каждым годом могут быть, допустим, новые материалы, новые мембраны, прочее. Но здесь все было проработано на сегодняшний день по современным материалам. С использованием современных материалов. И, в общем-то, на мой взгляд, все-таки, и в заключении экспертов, я считаю, что данный проект соответствует требованиям законодательства по обеспечению экологической безопасности. Другого мнения у меня нет. Да, вот такой у меня вопрос. Этот вопрос у нас обсуждался в общественной палате на заседании комиссии. Неоднократно. Данные представители у нас были на заседании комиссии. Они слышали все. В общем, за и нет, как говорится, здесь. И на комиссии было тоже поддержано мнение, что, в принципе, нет особых претензий к строительству полигона Васинца. А кем было озвучено это мнение, Тамара Яковлевна? А? Экспертами или вот участниками группы? Ну, в том числе и экспертами. В том числе и экспертами. Я как эксперт, я как председатель, я высказывала это свое мнение. Да, Тамара Яковлевна, у меня два вопроса. Во-первых, вот смотрите, наши гости сегодняшние, они говорят, что экологическая экспертиза, если я их верно поняла, проводилась по методике устаревшей 1985 года, еще советских времен. Это так или не так? Это не так, потому что мы работали в соответствии с методикой, которая на сегодня действует. Вот. И в проекте, конечно, указываешь все экспертные, значит, методики, по которым работают в этих случаях, создают экологическую экспертизу. Мы работали по современной методике. Поэтому откуда, какое заключение могут сделать, по какой старой методике, вот. Я, значит, методик хорошо себя, в общем-то, знаю. Когда строили объект Мордыковский, я тоже получила, заполучила методику, которая была с серьезными замечаниями. Поэтому я опыт имею работы с методиками. И тут уж никоим образом нельзя на это ссылаться. Хорошо, еще один. Вот я, все-таки, уважаемые коллеги, хочу сказать о том, что в целом, значит, ну, я бы сказала так, что строительство полигона для города Кирова крайне необходимо. Вот. Костинская свалка давно себя исчерпала, свой ресурс. Органы власти должны взять на себя ответственность, принять незамедлительное решение строительства полигона. Хоть в Осинцах, хоть где-то в другом месте. Но на это уйдет не один год, пока пройдет проектирование, пока пройдут все экспертизы, пока будут найдены там средства для этого дела. Вот. А здесь серьезных оснований строить пока нет. Кстати, в Осинцах полигон проектировался, ну, планировалось строить не на государственные деньги, а средства инвестора. Там государственное частное партнерство, да. Вот. А сегодня найти нового инвестора – это непростое дело. На новый участок. Ну, и, конечно, за этот год, как вы сказали, что целый год уже идет там интриги, действительно интриги, я просто не хочу участвовать в этих политических интригах, которые осуществляются в том числе и по Осинцам, и этому полигону. Дело в том, что я большой вклад внесла и вношу, в том числе в Слободской район, и в том числе в Акрушах. Меня глубоко смущает там промышленная свалка в Акрушах, по которой не решался вопрос. Кстати, проектанты были из другого региона. Я не помню уже, из Карала или из Башкирии такой проект сделали, что даже речки-то и населенные пункты назвали не своим именем, а, видимо, из своей территории. Руководство Слободского района обратилось ко мне с просьбой. Я на общественных началах два месяца изучала этот проект, сделал очень хорошие, серьезные, конкретные пожелания, замечания к этому проекту. И им надо, используя вот это дело, решать вопрос по в Акрушевской свалке. А что касается городской свалки, вот, по полигону, то надо его строить, не откладывая на завтрашний день. Это мое мнение глубокое. Тамара Яковлевна, у нас вот еще один уточняющий вопрос с Анной. Наши гости говорят про свалочные газы, о том, что уже на второй год существования возможного полигона в Осенцах или Осенцах, как правильно, будут выделяться свалочные газы. Это так или не так? Ну, видимо, они очень глубокие специалисты по свалочным газам. Пусть они останутся при своем мнении. Вот. А я еще раз говорю, что как специалист в этом плане, у нас атмосферщики разрабатывают, экспортировали этот проект. И не было никаких сомнений высказано о том, что это будет каким-то образом воздействовать на окружающую следу. Ну, возьмите полигон в Оречевском районе, в Кирово-Чепецком, которые построены по современным системам и технологиям. Ну, разве можно говорить о том, что там едешь, там даже не чувствуется никакой, какого полигона, что там он действует. Я же предлагала им съездить туда. Тамара Яковлевна, у меня вот какой вопрос к вам, мы вас отпустим, да, уже прошу прощения. Скажите, пожалуйста, вот если будут еще какие-то встречи с участниками инициативной группы, вы готовы с ними встречаться или нет? Да, я, конечно, готова, но вы знаете, я даже вот прямо вам скажу, что я много раз была председателем экспертиз и всегда ко мне уважительно относились, потому что я стараюсь, я житель этого региона, я стараюсь детально вникнуть в каждое дело и основательно его изучить и высказать. У нас много было замечаний по проекту, вот. И я готова и встречалась, и встречаться, и буду встречаться, если в этом будет необходимость. Все, я вас поняла. Но я хочу, чтобы разговор был не политиганским, и никакие интриги тут там не работали. Хорошо, сейчас проинтриги выяснили. Надо в нормальном русле, со специалистами, ведь специалисты все-таки должны делать оценки этого дела, а не просто сегодня, ну, кто пожелает, я не знаю, но я считаю так. Вот я не могу работать с такими людьми, которые вот таким образом. Я не знаю, но я считаю так. Но я вот эмоции ваши понимаю, мы сейчас у гостей наших тоже выясним там, да, уже просто время нас немножечко ограничивает. Да, да, да. Тамара Яковлевна, спасибо большое. Тамара Ашикмина, член общественной палаты. Я готова встречаться. Да, председатель экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по полигону ТБО. Спасибо вам большое еще раз, что вышли на связь. Мы сейчас на небольшой перерыв уходим и вернемся. Возвращаемся в эфир дневного разворота. Напоминаю, что у нас в гостях Александр Ситников и Татьяна Столбова, представители экологической организации среды обитания. Говорим про полигон ТБО в Осенцах. Тамара Ашикмина у нас сейчас была, председатель экспертной комиссии государственной экологической экспертизы. Говорит, что с точки зрения экологов, по крайней мере, вот тех, кто проводил экспертизу, претензий к полигону нет. Не очень непонятно, почему активизировались, скажем так, местные жители, почему не прекращается вот этот проблемный такой достаточно дискурс на протяжении более чем год. Говорят, что вот есть подозрения, даже у нас выборы постоянно, есть подозрения, что кто-то попытается использовать. Я сейчас ни в коем случае вас не обвиняю. Я просто хотела вернуться к встрече, которая проходила. Я, насколько понимаю, вице-спикер законодательного собрания Роман Титов был на этой встрече, которая у вас бы состоялась в пятницу. Роман был одним из тех людей, которые в свое время выступали против строительства полигона. Вы тоже это говорили, про вот этот аэродром. Он подсказал эту историю, вот этот ход, не ход, я не знаю, одна из проблем, которая может возникнуть. Потом, насколько я понимаю, Роман мнение свое изменил. То есть его как-то уговорили. Вот на вашей встрече, которая прошла на прошлой неделе, Роман поддерживал вас, либо поддерживал экологов и правительство? Дело в том, что когда он у нас выдвигался в законодательное собрание от Слободского района, на всех встречах он говорил, что полигон не построят. То есть он обещал, да. То есть местное население, естественно, проголосовало. Вы ему поверили, а он вас обманул. Не, ну может не совсем обманул, просто... Он продолжает как-то представлять ваши интересы. Мы Романа, безусловно, спросим. У нас Роман в четверг здесь будет, и это будет один из основных вопросов, которые мы ему зададим. Теперь уже понимаем ситуацию. Нет, понимаете, мы же ни на кого не обижаемся, мы ни с кем не хотим там ругаться, вступать в какую-то битву или самое. Мы совершенно взрослые, трезво мыслящие люди. И самое, то, что как бы у нас вот те аргументы, которые есть, мы согласны их озвучать везде. То, что Роман Титов, я, допустим, могу его понять, он в свое время выдвигался депутатом законодательного собрания как раз по нашему округу. Он вот эту тему подхватил, как бы кое-какие моменты нашел, по которым этот аэродром, вернее, этот полигон как бы не должен был строиться. Но вот после того, как прошли выборы, когда он стал депутатом законодательного собрания, когда он, значит, сел в кресло вице-спикера, будем так говорить, то его активность в этом плане, она снизилась. Причем снизилась значительно. Так, подождите, он все-таки в вашу точку зрения занимает сейчас или противоположную? Нет, он сейчас уже государственный человек, и он мыслит по государственному. Он мыслит по государственному. Хорошо. У нас, безусловно, вот с нашими сегодняшними гостями это не последняя встреча. Так же, как с разными сторонами. У меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, ваши дальнейшие планы. То есть была в пятницу встреча, в понедельник, поскольку на встрече вы никакого для себя итога важного не получили, и в понедельник мы пикеты продолжили. Правильно? Да. Сегодня? Буквально одна минута. Сегодня пикеты у нас снова будет. Так? На театральной площади? Нет, да, здесь. Здесь. Понимаете, проблема тут такая, что мы хотим просто обратить внимание властей на себя, внимание этой же прокуратуры. То есть мы указываем на конкретные недостатки в этом проекте. Да, Александр Васильевич, просто очень мало времени. Скажите, пожалуйста, как долго вы будете стоять пикетами? До момента, пока вас не услышат? Ну, бессрочная у нас экологическая вахта. Ага. А если начнется строительство полигона, все равно будете стоять? У нас там другие меры воздействия будут. Понятно. Я так понимаю. Так, что-то прямо даже это угрожающе как-то немножко позвучало. Нет, дело в том, что вот у нас судебное заседание произошло 13 июля, где мы попросили предоставить проектную документацию для проведения общественной экологической экспертизы. То есть нам тоже хочется жить спокойно. Вы будете проводить независимую экологическую экспертизу. Когда это будет? Когда нам выдадут документы. То есть это вынесено судебное решение. Сейчас через судебных приставов, если это решение не коим образом там не оспорят в суде, то через судебных приставов нужно получить документы по проектной документации и провести общественную экологическую экспертизу. На оспаривание в суде дается 10 дней, насколько я понимаю, да? Мы найдем. 30 дней. В течение месяца вы должны получить эти документы, потом будет экспертиза, через какое-то время будут ее результаты. Я надеюсь, что по результатам этой экспертизы мы с вами встретимся. Я прошу вас держать нас в курсе того, что происходит, да, и с пикетами, и со всем остальным. Я очень прошу прощения за то, что кончается наше время, но вот, к сожалению, эфир короткий. Мы к этой теме обязательно вернемся. Я напомню, что обсуждали мы строительство полигона ТБО в Осенцах и одиночные пикеты организации «Среда обитания». Двое гостей у нас сегодня было Александр Ситников и Татьяна Столбова из этой организации. И все, мы заканчиваем. Я с вами не прощаюсь. Я вернусь в эфир через 20 минут в программе «Особые мнения». В гостях Яна Чеботарев, юрист. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!